Сегодня улицу Гоголя по праву можно назвать настоящим местом кованой мистики. И есть отчего. Вечера на хуторе близ диканьки, мертвые души и вий. Загадочные персонажи литературных произведений Николая Васильевича, служащие сообразным постаментом для фонарей, и по сей день заставляют оборачиваться прохожих, впечатленных их таинственным видом. Так называемая литературная аллея сыграла первую скрипку в преображении улицы. Бульвар стал таким, ну просто настоящим местом отдыха. Потому что он просто раньше ходил и ходил, а теперь и познавательно. Я с внучкой дохожу до самого конца, когда есть время и настроение, и здоровое. И она всюду интересно, на каждой скамеечке присядет. И там все, и рассказываю, что это она и сама уже понимает. Ну очень интересно. Это как-то вот придает городу определенный стиль, определенный вид. И является, я все-таки считаю, что на данный момент, вот как аллея фонарей на Советской, фонарщик, это особенность нашего города, точно так же и эта задумка также является особенностью нашего города. Я считаю, что улица очень преобразилась. И, ну, можно сказать, что вот отличие Бреста наше, одно из отличий, одно из таких вот замечательных мест. Мне нравится, ну, вот это нравится. Там еще, там, где кто-то шьет на скамеечке сидит. И дядя, официант, ну, приносит чай там, где столик. Как уже успели заметить брещанье и гости города, у подножия каждого фонаря есть символическая звезда с именем или логотипом фирмы-инвестора, автором кованой конструкции. В прошлом году 30 таких светящихся произведений украсили улицу Гоголя. На днях фонарная тема найдет свое продолжение в новых, более замысловатых формах. Свои воплощенные в ажурной ковке объекты представят такие предприятия, как Белалка, Брест Газоаппарат, Инкофуд и другие. В настоящее время появится еще 11 фонарей. Ну, что характерно, я уже говорил, что если раньше приходилось принимать какой-то административный ресурс, то теперь уже сами предприятия просят, чтобы им нашли хорошее место и чтобы они увековечили свое предприятие. То есть это стало уже престижно. Что касается затрат, многие говорят, что, может быть, деньги нужно было пустить на что-то другое, то это все не за счет бюджетных средств. Это все за счет тех предприятий, которые сами изъявили желание это сделать. Три фонаря, которые сейчас заканчиваются у меня в мастерской, они все скульптурные, они все объемные, интерактивные. Каждый житель города может практически поучаствовать в жизни этого фонаря и стать его частью. Какие они будут, вы увидите буквально через несколько дней. Сами подойдете, там позвоните, там залезете, там постучите, там обнимете, там присядете. В общем, пока раскрывать все секреты не будем и рассказывать, что как. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Нам бы еще два дня простоять и две ночи продержаться. Фраза из знаменитой сказки «Как нельзя лучше» отражает рабочую обстановку в мастерской у Александра Чумакова. У кузнечных дел мастера в прямом и переносном смысле горячая пора. Огромное количество заказов, сложные эскизы, в конце концов раскаленная наковальня. Однако мастер заверил нашу съемочную группу, что фонари будут готовы в срок, ко дню города. В беседе Александр поделился своей задумкой, которую он давно хочет воплотить в жизнь. Мечта мастера – продолжить гуглевскую тему и создать фонарь по мотивам повести классика «Шинель». «Шинель» будет обязательно, где-то, я думаю, в середине августа я ее поставлю. Может быть, уже не так торжественно, но она будет стоять. Гуглевские произведения, ну, я не знаю, что там, люблю, не люблю, нравится, не нравится. Мне они нравятся, отложили хорошее впечатление еще со школьной поры. И так ярко врезались в память, что для того, чтобы делать эскизы и создавать фонари, мне даже не пришлось перечитывать произведения. Я их достаточно хорошо помню. А память у Александра, автора серии «Фонарей» по мотивам произведений Гоголя, явно не девичья. На всех кованых конструкциях невооруженным глазом видна печать великого русского мистификатора. Кстати, большинство новых фонарей готовы, и работники «Горсвета» уже сегодня начали их установку, которая продолжится и в последующие дни. По словам мастера художественной ковки, новые арт-объекты удачно впишутся в облик улицы и станут настоящим приметом восхищения брещан и гостей города. Называя автора идеи, называя исполнителей этих идей, нельзя не сказать о работниках «Горсвета». Огромная их заслуга в том, что эти фонари у нас в городе появились. Я бы не хотел цитировать классика, но вот говорят, из искры сгорится пламя. Вот мне хотелось бы, чтобы это пламя, вот этих фонарей, оно действительно помогло нашим брещанам как можно больше сделать добрых дел для нашего любимого города.